В страны, в таких громких случаях вы также применяете видеофиксацию? Александр Стебаков, не всегда, но по заведенному уже мною порядку в ходе самых ответственных и сложных исполнительских действий вся работа приставов снимается для того, чтобы меньше возникало вопросов. В Москве огромное количество исполнительных производств, мы вынуждены подстраховываться видеосъемкой на случай любых обвинений. Ваша служба кроме взыскания занимается охраной судов. С одной стороны, люди привыкли, что на входе в любой суд их встречает рамка металлоискателя, и стоит сотрудник. Это по-прежнему важно. Александр Стебаков, да. С момента создания службы обеспечение порядка деятельности судов является одной из основных функций нашей структуры. К сожалению, за эти годы кардинально ситуация не поменялась. За 2014 год наши сотрудники изъяли более 15,5 тысяч предметов, которые запрещены к проносу в суды. Это от ножниц до оружия. Александр Стебаков, до пистолетов газовых и травматических. С боевым оружием приходят, как правило, сотрудники органов внутренних дел. Это запрещено, мы не позволяем им проходить. В прошедшем году мы отработали на 5 баллов. Наши приставы не допустили ни одного чрезвычайного происшествия в судах. Помните, несколько лет назад кто-то даже с топором заходил. Ситуацию мы меняем разными способами. Это и наработка методик, и взаимодействие с судебным департаментом по техническому обеспечению судов. У нас ведь в судах не только рамки металлоискателей, но и камеры видеонаблюдения, ручные металлодетекторы. Плюс грамотная расстановка сотрудников зданий судов. Конечно, с учетом нашей штатной численности это создает определенные проблемы. Например, сдается в эксплуатацию Мосгорсуден два новых здания районных судов. Бутырский суд вырос на несколько этажей. А мне по нашим нормативам необходимо на каждый этаж поставить по одному приставу. Приходится чем-то жертвовать, чтобы обеспечить безопасность процессов и судей. Читайте также. Судебным приставам запретят забирать домашних животных за долги кроме ловли граждан с газовыми пистолетами. Кто еще попадает в сети в судах? Александр Стебаков. Приставами в прошлом году в судах столицы было задержано 298 лиц, находившихся в федеральном розыске за совершение разного вида преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Я говорю Ольге Александровне Егоровой, что не знаю, чего их тянет в суд, раз они в розыске. К сожалению, у нас возникают другие мысли, а не идет ли он свести счеты с судьей. А если бы дошел? Мало ли что ему в голову взбредет. Поэтому мы лучше задержим, чтобы этого не случилось. Может они свидетели, не в курсе, что в розыске. Александр Стебаков, может быть, не в курсе. Но мы их задерживаем и передаем полиции. Хотя странно, совершил особо тяжкое преступление, несколько лет скрывается, и не в курсе. Ну, значит пошел выступит как эксперт. Александр Стебаков, к сожалению, у нас возникают другие мысли, а не идет ли он свести счеты с судьей. А если бы дошел? Мало ли что ему в голову взбредет. Поэтому мы лучше задержим, чтобы этого не случилось. Но исполнением решений судов и охраной полномочия вашей службы ведь не исчерпываются. Александр Стебаков, конечно. Одной из основных наших полномочий в рамках уголовно-процессуального закона, мы, орган дознания. То есть, привлекаем к уголовной ответственности наиболее злостных должников. Кто попадает в разряд особо злостных? Александр Стебаков, это алиментчики, должники по кредитным обязательствам, руководители организаций, которые не выполняют решения судов. За прошлый год мы с положительным сальдо сработали. Есть динамика по увеличению возбужденных и расследованных дел. Среди инструментов исполнения этот самый жесткий и наглядный. По логике, примеры привлечения к уголовной ответственности должны серьезно воздействовать на отдельных граждан с тем, чтобы задумались, надо ли исполнять судебное решение. Но ситуация сложная. То ли это из-за незначительных санкций по статьям о преступлениях против правосудия, то ли по другой причине, должники нередко не боятся даже возбуждения уголовного дела. Читайте также. Приставы взыскали за год более 6 миллиардов рублей по штрафам ГАИ. Попадаются маргиналы, которым безразлично привлекут их к ответственности или нет. Они приняли решение, что не будут платить, и не платят. Может, надо поправить законодательство в какой-то степени, ужесточить ответственность. Александр Стебаков. Служба инициирует такого рода поправки. Но законодатель не хочет усиливать эту ответственность для граждан. У нас есть ответственность юрлиц за неисполнение судебных решений, а физических почему-то нет. Статья 315 УК РФ подразумевает привлечение к уголовной ответственности только юридических лиц. А граждане у нас привлекаются к ответственности либо по алиментам, либо по злостной невыплате кредитов, либо по утрате или отчуждении арестованного имущества. А за само неисполнение судебного акта уголовной ответственности и физических лиц нет. То, что у приставов в столице дел хватает, понятно. А как это выглядит в цифрах? Александр Стебаков В прошлом году у нас было более 3,5 миллионов производств, а каждое производство – это две стороны. По сути, если грубо подсчитать, то половина Москвы участвует в процессах по исполнению каких-то решений. Это колоссальная психологическая и моральная нагрузка на наших сотрудников. Поэтому, понятное дело, важно организовать четкое взаимодействие между всеми своими структурами с одной стороны и контрольными и надзирающими органами – прокуратурой, МВД и ФСБ с другой. В основном я и занимаюсь организацией этой работы. Кстати, могу сказать, что московское правительство оказывает нам серьезную поддержку. Все проблемы, которые у нас возникают, мы открыто обсуждаем с представителями московского правительства. Мэр в курсе и наших проблем, и наших успехов. Три года назад им было принято, по моему мнению, очень важное решение по поводу материальной поддержки моих сотрудников. Если не секрет, сколько зарабатывает рядовой сотрудник службы судебных приставов в Москве? Александр Стебаков Сначала про людей, потом про деньги. В 2014 году впервые за последние пять лет у нас немножко стабилизировалась ситуация с кадрами. Вместо привычных прежних 40%, текучесть кадров в течение года, мы зафиксировали 28%. И в большей степени, это связано с тем, что структура стабилизировалась из-за заработка, который позволяет сотрудникам существовать в Москве. Рядовой пристав получает около 30 тысяч с учетом премий. Не так уж и много. Александр Стебаков Но когда мы берем форму НДФЛ, общий заработок начисленных денег и выплаченных, то получается приличная сумма. В нее входят всяческие надбавки, премиальные, разные виды поощрений. Допустим, мы даем грамоту, а к ней два оклада. И как это сказалось на работе. Александр Стебаков, а результат налицо. Мы впервые окончили более 1 миллиона исполнительных производств фактическим исполнением. Объясните непосвященным, что такое фактическое исполнение. Александр Стебаков, фактически, значит, что мы в полном объеме исполнили решение суда или уполномоченного органа. Никогда таких показателей не было. В доход только Москвы мы взыскали более 2 миллиардов рублей. Это очень приличная сумма. Конечно, бюджет столицы куда больше, но это те деньги, которые были в свое время уже потеряны для города. Мы их вернули. Ведь основная задача наших служб не взыскать, а вернуть. Досье ОРГ в прошлом году у московских приставов было более 3,5 миллиона производств. А каждое производство – это две стороны. По грубому подсчету, примерно половина Москвы участвует в процессах по исполнению каких-то решений. Читайте также. Кубанские казаки будут выбивать долги с помощью частушек. В прошлом году в доход Москвы службой судебных приставов в столице было взыскано более 2 миллиардов рублей. Больше 500 квартир судебные приставы освободили в пользу города. 300 юридических лиц столичные приставы выселили из незаконно занимаемых ими помещений. И не скрывают, что дело о выселении большинства московских коммерческих структур сопровождались серьезным противостоянием юридических лиц. Заработная плата рядового московского пристава – около 30 тысяч рублей с учетом премий. По мнению руководства ведомства, в общий заработок начисленных и выплаченных денег входит надбавки, премиальные, разные виды поощрений. В течение года текучесть кадров сократилась с прежних 40% до 28%.